Да, у нас есть братья-не-мусульмане. Добро пожаловать, брат. Я Кристофер. Я просто хочу узнать, потому что священный Коран говорит уверовать в посланника пророка Мухаммада. И Библия говорит, те, кто уверуют в Иисуса, будут иметь вечную жизнь. И согласно Корану, оба они посланники Бога. И я хочу знать, где Иисус сделал ошибку. Имею в виду, где Он сделал ошибку, по причине которой Он не может спасти людей. Брат задал очень хороший вопрос. Коран говорит, нужно уверовать в пророка Мухаммада, мир ему. А Библия говорит, что нужно уверовать в Иисуса, и Он даст вечную жизнь. Так где же Иисус сделал ошибку? Согласно Корану, они оба не совершали ошибок. Брат, Иисус, мир ему, не сделал никакой ошибки. Но эта церковь ввела людей в заблуждение. Согласно нам, Иисус Христос, мир ему, это один из лучших посланников Аллаха. Когда Иисус говорит, я ваш путь, истина и жизнь, никто не придет к Отцу, кроме как через Меня. Это правильно. Это означает, что Он посланник Бога. То же самое сказал пророк Мухаммад, мир ему. Во время Иисуса, мир ему, согласно Евангелия от Иоанна, глава 14, стих 6, Иисус Христос, мир ему, сказал, «Я ваш путь, истина и жизнь, никто не придет к Отцу, кроме как через Меня». Это означает, если ты следуешь учению Иисуса Христа, мир ему, ты пойдешь к твоему Отцу. Что значит, ты войдешь в Джанна, ты войдешь в рай. Вечная жизнь означает рай. Но Иисус Христос также сказал в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 12-13. «И еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». Он говорил о пророке Мухаммаде, мир ему. Так что сегодня, как христианин, если ты действительно любишь Иисуса Христа, мир ему, ты должен следовать учению пророка Мухаммада, мир ему. Так что Иисус Христос никогда не ошибался. Но эта церковь говорит, что Иисус был Богом. Иисус никогда не заявлял о Своей божественности. И как я упоминал ранее, если любой христианин сможет указать на одно недвусмысленное утверждение, одно недвусмысленное заявление, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит, что я Бог, или где Он говорит, поклоняйтесь Мне, и я готов принять христианство. Но эта церковь ввела в заблуждение, не Иисус, мир ему. И для факта, Иисус, мир ему, сказал, и это упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 28. Иисус Христос, мир ему, сказал, «Мой Отец больше, чем Я». И также в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 29 «Мой Отец больше всего». И также в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 38 «Я изгоняю дьявола духом Бога». И также в Евангелии от Луки, глава 11, стих 20 «Я перстом Божиим изгоняю бесов». И также в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 30 «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». И любой, кто говорит, «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Бога, мусульманин». Иисус Христос, мир ему, мусульманин. Он никогда не утверждал о своей божественности. И это ясно упоминается в книге «Деяния», глава 2, стих 22 «Мужи иудейские». Выслушайте слова мои. «Иисус из Назарета был человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас». Так что Иисус, мир ему, никогда не заявлял о божественности. И Иисус, мир ему, никогда не ошибался. Это лишь неправильное понимание Библии. Так что я, как верующий в Иисуса Христа, мир ему, человек, любящий Иисуса, мир ему, я говорю, что я больший христианин, чем сами христиане. Если христианин означает человек, который следует учению Иисуса Христа, мир ему, тогда я больший христианин, чем сами христиане. Иисус Христус, мир ему, сказал в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи от 17 по 20. «Не думайте, что я пришел с тем, чтобы уничтожить закон или писание пророков. Я пришел не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учения. Истинно говорю, что до тех пор, пока существуют небо и земля, ни одна, даже самая малая буква не исчезнет из закона, пока не исполнится все. Ибо говорю вам, что если не превзойдете вы законников и фарисеев, исполняя то, чего требует Бог, то не войдете в Царство Небесное. Так что Иисус Христос, мир ему, сказал, что вы не можете нарушать ни единого закона или постановления Старого Завещания, то есть Ветхого Завета. И это упоминается в Ветхом Завете, книга Левит, глава 12, стихи 7-8. И это упоминается, книга Второзакония, глава 14, стих 8. Вы не должны употреблять свинину. И также это упоминается в книге Исаии, 6 главе, стихи от 2 по 5. Мусульмане не едят свинину, а большая часть христиан едят. И в послании к Ефесянам, глава 5, стих 18, и в книге притчи, глава 20, стих 1, упоминается, что вы не должны употреблять алкоголь. Мусульмане в целом не употребляют алкоголь, а большинство христиан употребляет. Иисус, мир ему, говорит в Евангелии от Луки, что он был обрезан на восьмой день. Все мусульмане обрезаны, тогда как христиане нет. Поэтому, если христианин означает человек, который следует учениям Иисуса Христа, мир ему, мы, мусульмане, больше и христиане, чем сами христиане. Мы любим Иисуса Христа, мы уважаем Его, и мы следуем за Ним, но мы не поклоняемся Ему, потому что Он был посланником Бога, но не был Богом. Надеюсь, я ответил на вопрос. Брат, ты веришь, что Иисус – посланник Бога? Да, я верю. Ты веришь, что пророк Мухаммад – посланник Бога? Я не верю. Потому что я верю в Библию. Но Библия говорит в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи из 12 по 14. Иисус Христос, мир ему, сказал «Еще много имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он восславит Меня, ибо возьмет от Меня то, что Мое, и откроет это вам». О ком Иисус, мир ему, говорил здесь? О ком? Разве ты не изучал свою Библию? Да. Здесь Он говорил о Святом Духе. Хорошо. Отлично. Это означает, что ты немного знаешь свою Библию. Ты говоришь, что Дух истины, о Котором Иисус говорит здесь, это Святой Дух. Но если ты перейдешь на несколько стихов до этого, в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 7, сказано «Истинно говорю, для вас будет лучше, если я покину вас, ибо если я не уйду, то Утешитель не придет к вам, если же я уйду, то пошлю его к вам». Условие прихода этого Духа истины – уход Иисуса Христа, мир ему. То есть Он должен покинуть нас. Он сказал «Если же я уйду, то пошлю его к вам». Но Святой Дух уже был там, еще до Иисуса Христа, мир ему. И также Он был во время Иисуса Христа, мир ему. И Он был там в утробе Елизаветы. И Он был там, когда Иисус крестился. Как это может быть Святой Дух, скажи мне? Это означает, что ты не понимаешь свою Библию. Иисус Христос, мир ему, сказал «Если я не уйду, Утешитель не придет к вам, если же я уйду, то пошлю его к вам». Так что условие прихода этого Духа истины – уход Иисуса Христа, мир ему. Пока Иисус Христос находится там, Утешитель не может прийти. Но Святой Дух уже был там во время Иисуса Христа. Поэтому, как ты можешь говорить, что это пророчество относится к Святому Духу, мой дорогой брат? Ты можешь помочь мне понять Библию? Да. Это не относится к Святому Духу. Это относится к пророку Мухаммаду, мир ему. И это пророчество также упоминается в Ветхом Завете. Во Второзаконии, глава 18, стихи 18 и 19. И это упоминается в книге Исаии, глава 29, стих 12. И в Песне Соломона, глава 5, стих 16. И в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 16. И в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 26. И в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 7. И в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 12 по 14. Все эти ссылки говорят только о пророке Мухаммаде, мир ему. И ранее я привел целую лекцию о пророке Мухаммаде, саляллаху алейхи вассалям, в Библии. Теперь я спрашиваю тебя, ведь ты веришь в Библию, когда Иисус Христос предсказал приход пророка Мухаммада, да богословит его Аллахи приветствует. Почему ты не веришь Иисусу, когда он говорит, что пророк Мухаммад – это последний посланник? Почему? Разве это не значит, что ты веришь только части учения Иисуса Христа, а не полностью? Потому что в учении сказано «Я пришлю вам Утешителя», но там не упомянуто о человеке по имени. Хорошо. В песне Соломона, в пятой главе, стих 16, я процитирую на иврите. Здесь упоминается по имени на иврите. «Мухаммадим», когда к слову добавляется суффикс «им», это использование величественного множественного числа, которое выражает уважение к сущности. «Вот кто возлюбленный мой, вот каков мой друг у дочери Иерусалима». Так что его имя было упомянуто на иврите в Ветхом Завете, песен Соломона, глава 5, стих 16. «Сейчас ты веришь?» «Нет, ведь тебе нужно сначала спросить свою церковь». «Нет, нет, не церковь. Я пойду и сам проверю». «Сколько времени потребуется, чтобы подтвердить?» «Сегодня вечером». «Сегодня вечером? Хорошо. Я приду послезавтра». Так что послезавтра утром ты можешь спросить организатора «И свяжись со мной, хорошо?» Либо ты примешь ислам, или если ты сможешь доказать, что Иисус сказал, что Он Бог, я приму христианство. А если не сможешь, ты примешь ислам. Хвала Господу.